Всем привет! В моих руках наушники Philips Fidelio S2. Я приобрел их для своей супруги, но пользуясь случаем, естественно, хочу составить о ней свое собственное мнение. Посмотрим, что они из себя представляют и, самое главное, насколько хорошо они звучат. Итак, наушники упакованы вот в такую коробку. Сразу стоит отметить, что здесь нам обещают звук высокой достоверности. Точно так же, как и на коробках от фирмы Beats, здесь используются магнитные защелки, которые невероятно удобные. Вот под такой вот пленкой сразу наглядно видны наушники, даже не раскрывая упаковку. Что касается характеристик, если кому-то это интересно, я покажу крупным планом, можете почитать. Меня же никогда различные цифры особо не интересовали, я всегда предпочитаю все проверять на свой вкус и, самое главное, слух. Также сверху вот здесь вот написано, что наушники для невероятной точности, полузакрытая конструкция и расположение впереди отверстия для выравнивания звукового давления обеспечивают естественное сбалансированное звучание с более насыщенными басами. О, это как раз то, как я люблю. Мне нравится, когда бас немного насыщен. Откроем саму коробку. Здесь, опять же, магнитная защелка. И вот, что мы видим внутри. Я, кстати, впервые вижу столько такой большой выбор различных насадок. Книжечка. Да, я думаю, моя супруга будет очень довольна. Такая вот, такой вот удобный боксик для транспортировки. Вот так это выглядит внутри. Такой вот soft-touch материал используется. Пока в сторону. Еще раз покажу целых шесть пар, не считая этих дополнительных насадок. Причем они не только разного размера, но, как вы видите, еще используется разный материал. Какой-то более пористый, какой-то пенный, резиновый, силиконовый и так далее. Я реально это впервые вижу, чтобы использовался вот такой вот довольно-таки обширный комплект. Теперь давайте взглянем на сами наушники. Я начну с нижней части, с коннектора. Три с половиной мини-джек. Кстати, он не только такого вот интересного дизайна, но еще сам металлический. Здесь уже идет вот такая вот резиновая часть, которая защищает провод от излома в тех местах, где он подвергается нагрузкам. Сам провод, как вы видите, двухцветный. Здесь он белый и гладкий, а с внутренней стороны он имеет вот такую вот текстуру и такой вот коричневатый цвет. Дальше идет вот такая вот перемычка, после которой один шнур превращается уже в два шнура, которые расходятся. И вот такая вот конструкция, которая опять же двигается и может объединять два шнурка в один. Следующий момент. Вот такой вот пульт с единственной кнопкой. Она прорезиненная, хорошо чувствуется и удобно нажимается. Здесь с обратной стороны микрофон. Теперь сами наушники. Кстати, наушники такие вот довольно-таки тяжеленькие. Все это потому, что они полностью выполнены из металла. Здесь опять же в местах нагрузки провод защищается вот такой вот прорезиненной частью. Я поднес максимально близко, чтобы вы могли досконально разглядеть все элементы конструкции. Надпись Philips Fidelio. Вот такая вот интересная золотистая сеточка идет внутри. И вот такое вот покрытие, что-то напоминающее эмаль, нанесено на металлический корпус. Здесь внутри уже никакого такого покрытия нет. Такая вот, я так понимаю, что-то похожее на медь. Наушники идут, как вы видите, под таким углом. Наверное, для того, чтобы их было более удобно использовать. Внешний вид у них, конечно же, классный. И сами они производят такое впечатление очень качественного продукта. Теперь осталось подключить их к смартфону и заценить самое главное. Насколько хорошо они звучат. Итак, я потестировал эти наушники с различной музыкой. Той, которую я, собственно, люблю слушать. И готов сказать вам свое мнение об этих наушниках. Я скажу так, звук этих наушников понравился мне настолько, что я решил заказать себе точно такие же, только, естественно, более мужского цвета. Надо будет подобрать, если там какие-то подобные расцветки. Они однозначно играют лучше тех наушников, что я использовал до этого, что, несомненно, радует. Какие же рекомендации вам я могу дать? Это, как всегда, берем свое музыкальное устройство. Будь то смартфон или какой-либо плеер. И идем в магазин, чтобы составить свое собственное мнение перед покупкой. Потому что мое мнение не факт, что совпадет с вашим. На этом, собственно, все. Спасибо вам всем за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok